Девушки в Казани Ее зарезал отчим после того, как вступил с ней в половую связь. Покажем последствия крупной аварии на улице Беломорская. Перевернувшаяся Лада чудом не вылетела на остановку. И борьба с двумя стихиями. Ее как надо делать? Это лобки присетят. Чем обернулся пожар в одной из квартир Нижнекамска? Это и не только. Прямо сейчас. Вступил в интимную близость с 16-летней падчерицей. Когда об этом стало известно супруге, убил девочку, ударив ножом в грудь прямо на улице. Затем убежал. Все произошло в центре города, на Петербургской. Бездыханное тело подозреваемого с ножевым ранением обнаружили чуть позже, на соседней улице. Елена Веселова с подробностями трагедии. На съемках камеры видеонаблюдения одного из домов видно, девочка пытается убежать, но падает и умирает от полученных ранений. По предварительной версии, ее ударил ножом в грудь 39-летний отчим. В результате полученных травм школьница скончалась на месте. В настоящее время следствием установлено, что девушка проживала вместе с матерью, младшим братом и отчимом. Незадолго до трагедии она позвонила матери, сообщила, что вступила в интимную близость с отчимом. После этого женщина потребовала, чтобы мужчина ушел из семьи. Однако спустя некоторое время вся семья пошла провожать младшего ребенка в спортивную секцию. В какой-то момент мужчина и девочка одарились. Затем мужчина позвонил супруге, сказал, что убил девочку и убежал с места преступления. Его тело нашли у гаражей на улице Хадид Акташа. Эксперты нашли аналогичное ножевое ранение. Следственный комитет по факту случившегося возбудил уголовное дело по статье убийства. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Елена Веселова, Нафиса Минязова, Константин Бушуев. Вызов 112. На пересечении улиц Гудаванцева и Беломорская столкнулись Лада Гранта и Volkswagen Touareg. По предварительной версии, один из водителей хотел проскочить на красный сигнал светофора. Второй избежать аварии уже не смог. В результате происшествия пострадал водитель отечественного автомобиля. На месте аварии была Нафиса Минязова. Ехал на зеленый, и тут машина неожиданно вылетела прямо на перекрестке. Все, ДТП. Водитель иномарки Павел Каракьозов признается, это его первая крупная авария. Рассказывает, ехал на работу, двигался с улицы Беломорской в сторону Химической. Говорит, когда выехал на перекресток с улицы Гудаванцева, прямо перед ним на красный выехала Лада Гранта. Лобовой, потому что он прямо в бок ему, вот здесь уже был я, здесь уже был, нам деваться некуда. Столкновение было такой силой, что отечественный автомобиль опрокинулся, в результате чего пострадал его пожилой водитель. Его вытечили оттуда, ребята вытечили. Подняли туда, обтеку занесли. А сам как бы он не передвигался? Он что-то без сознания видел. Чуть позже на место приехала скорая помощь. Врачи приняли решение госпитализировать мужчину. По словам очевидцев, пострадавших могло быть еще больше. От столкновения Лады с пешеходами, ожидающими разрешающего сигнал светофора, спас маленький забор. Водитель иномарки надеется, что страховка покроет ремонт его автомобиля. Говорит, главное, чтобы с пострадавшим мужчиной все было хорошо. Нафиса Минязова, Константин Бушуев, вызов 112. Спровоцировал аварию, не увидев встречный автомобиль. Лады Калина и Киарио столкнулись на пересечении улиц Академика Парина и Карбышева. В результате удара у отечественной машины сработали подушки безопасности. Возможно, благодаря этому серьезных травм удалось избежать. Подробнее в материале Динары Камаловой. Подушки сработали, ты не пассажировал? Нет, все хорошо, да, все здорово. Пассажирки не было, да, все было. Была пассажирка одна, она жива, здорова тоже. Избежать серьезных травм участникам аварии удалось благодаря невысокой скорости Лады. Но, несмотря на это, ущерб двум автомобилям нанесен достаточно серьезный. По рассказам водителя, отечественной машины он ехал прямо со стороны Оренбургского тракта. И вдруг, уже после того, как проехал светофор, со встречной полосы прямо на него выехала иномарка. Ее водитель, вероятно, хотел повернуть налево. Машину перекрывала, перед ней машина стояла, тоже налево поворачивала. А, он не заметил? Да. Подтвердить или опровергнуть эти слова водитель иномарки не пожелал. Ничего не буду говорить, иди отсюда. Учитывая характер повреждений, можно предположить, что виновным в аварии могут признать хозяина Киа, так как по правилам дорожного движения автомобилист перед поворотом налево обязан пропустить встречный транспорт. Динара Камалова, Айрат Найзи Пафазат Самигулин, вызов 112. Уголовное дело, возбужденное в отношении руководителя одного из автосалонов, передано в суд. Следователи установили, организация предлагала иномарки по очень привлекательным для покупателей ценам. Причем в качестве частичной оплаты принимали поддержанные автомобили. Но обязательств своих не исполнили, обманув клиентов на 9 миллионов рублей. Анна Городнова с подробностями. С заявлениями в полицию об обмане потерпевшие стали массово обращаться летом 2015 года. Все рассказывали одну и ту же историю. Понравилась цена на автомобиль. Устроила и форма оплаты. Они отдавали свои машины, немного доплатив, должны были получить новые автомобили. Исполнив свою часть договора, машин никто не дождался. Позднее следователи установили. Почему? Фактически автосалон руководили два заместителя директора. Оба ранее судимые за мошеннические действия. По этой причине в качестве директора организации они привлекли свою знакомую, ранее выполнявшую функции менеджера по продажам. Фирма была оформлена на ее имя и договоры заключались за ее подписью. Машины клиентов продавались в тот же день. Причем по цене значительно меньше, чем было указано в договоре. В общей сложности семь клиентов автосалона понесли убытки в размере 9 миллионов рублей. В отношении женщины, которая выполняла роль директора автосалона, избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке. Заместитель директора и решением суда заключен под стражем. Следствие по этому делу окончено. В ближайшее время начнется его рассмотрение в Ахитовском районном суде Казани. Анна Городнова, Вызов 112. Кражу из офиса в Приволжском районе Казани раскрыли сотрудники полиции. Все произошло в конце января. В одной из организаций ночью ворвался неизвестный и похитил то, что показалось ему наиболее ценным. Два компьютера. Личность его удалось установить в кратчайшие сроки. Альбина Минибаева продолжит. Он ворвался в помещение, разбив окно времени, решил не терять, а взял то, что было на виду и показалось самым ценным – два моноблока. Уже утром в полицию с заявлением о краже обратился сотрудник организации и рассказал, что сумму ущерба ценили в 30 тысяч рублей. Полицейские задержали 25-летнего, ранее неоднократно судимого, местного жителя по месту жительства. Свою вину он признал полностью. Деньги, полученные от реализации краденого, взломышленник потратил по своему усмотрению. Полицейскими принимаются меры для изъятия похищенного имущества. Сейчас полицейские пытаются установить, кому он продал похищенные компьютеры, выяснить их местонахождение и изъять. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье кража. Сам же молодой человек после допроса отпущен под подписку о невыезде. Альбина Минебаева, Вызов 112. Сначала спасали одну квартиру и ее хозяина от огня, затем половину подъезда от потопа. Пожар, что разгорелся в одной из квартир Нижнекамска, был такой силой, что жильцы соседнего подъезда, находившиеся за бетонной стеной, в спешке покинули свои квартиры. Рамиль Шайдулин знает, чем все закончилось. Хозяина горящей на четвертом этаже квартиры пожарные эвакуировали с помощью автолестницы. Через дверь было уже не выйти. Огонь полыхал так, что жильцы соседнего подъезда, что за стенкой от горящей квартиры в испуге брали самое ценное и покидали жилье. Там уже не документы, там за жизнь. В первую очередь детей. С огнем пожарные справились. Жертв удалось избежать, как и затопление всех квартир ниже. Всю нагрузку на себя взял натяжной потолок на третьем этаже. Воду вычерпывали всем подъездом. Последствия одного неосторожного движения представляли все. Пока соседи подсчитывают ущерб, пожарные дознаватели выясняют причину возгорания. Пролить свет на истину хозяин квартиры пока не может. Он сейчас находится в больнице. Рамиль Шайдулин, Александр Комаров, Фахри Исламов. Вызов 112. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50. Или на мобильный 8 98 69 112 112. Это можно сделать и в нашей группе ВКонтакте. Туда же можно присылать и снятое вами видео. В студии был Сергей Хайдаров. До встречи. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.